Ходили гулять в лес, я собрала вот такую вот кору, и сейчас вот эти вот брусочки сварила, минут 40 она варилась для того, чтобы убить всех, всю живность, которая в этой коре живёт. И вот так вот её сейчас режу секатором. В сухом виде, конечно же, её невозможно порезать, а сваренная кора, она достаточно мягкая, податливая и намного проще резать на кусочки. Такие вот брусочки у меня получились. Раньше я пробовала не кипятить кору, посмотрела несколько роликов на ютуб, как девочки рассказывают о том, что они не кипятят кору и всё у них хорошо. Я посадила в закрытую систему, в непрокипяченную кору, просто её помыла щёткой. И вы знаете, одолели меня в тот год насекомые, каких только насекомых у меня не было, и белокрылка, и подуры, и мучнистого не было, тлябла, трипсы были, комарики грибные были. В общем, замучилась я тогда очень сильно, потому что всё я это травила, в итоге я до конца не смогла их протравить, они всё равно выживали каким-то образом, были очень стойкие вредители. И в конце концов мне пришлось доставать всё своё огромное количество орхидей и пересаживать постепенно уже в новый субстрат. И в этом году, вот я снимала видео о том, что я нашла чудо-способ, теперь я в каждый горшок с орхидеей обязательно при посадке добавляю золу. И вы знаете, вредителей, как первый год, вот первый раз летом, нигде у моих цветов нет вредителей. Я очень довольна, и вот сейчас вот я подготовлю кору. Можно было бы, конечно же, её купить, много разной коры продаётся через интернет, и также в моём городе тоже можно было найти. Но, во-первых, это очень дорого. Один пакет на один литр, насколько я помню, коры стоил в районе 250 рублей. Это сколько же мне нужно взять этих пакетов, чтобы пересадить новые свои орхидеи. В общем, для меня это совсем не выход. И иногда, ну, иногда я, конечно же, покупаю, когда у меня заканчивается кора, или мне лень её собирать и варить, и резать. Ну, а вот сейчас я решила поступить вот так. Ну, вот столько у меня на этот раз получилось коры. Порезала я её на разные кусочки, она получилась разной фракцией, кусочки. На кухне стоит очень приятный аромат. Она варилась, был аромат, и сейчас вот я стала её нарезать. Также очень такой приятный запах. Расходится по всей квартире. Где-то недельку она у меня полежит, просохнет. И потом я уже перед тем, как буду ей пользоваться, вымочу где-то сутки её фитоспорини, и уже после этого буду в неё сажать свои орхидейки. Вот такая вот у меня новая бабочка появилась. У многих она есть. Это Magic Art, алмазное небо-бабочка. Я её купила, потому что она стоила очень дёшево, продавалась очень дёшево. И я её поэтому приобрела. В принципе, она мне очень нравится, так как я приобретала её в группе ВКонтакте. И она шла ко мне около шести дней. Тургор немного у листиков ухудшился. Они стали мягкими, поэтому я была вынуждена срезать её цветонос. И сейчас вот он у меня красуется вот в вазочке. Поставила его в вазочку, налила туда водички. Ну, сколько простоит, столько простоит. На этом я буду заканчивать своё коротенькое видео. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!